У меня стали спрашивать про микрофоны. Какой микрофон для чего подходит, какой у них частотный диапазон. Чтобы немножко упростить, так как я люблю, чтобы мои видео были понятными для всех, я вам просто расскажу про те микрофоны, которые есть у меня и для чего они подходят, для чего я их использую. А мой основной микрофон в данный момент это Santronics STC2, называется модель. Вот в данный момент сигнал записывается через него. Он очень хорошо подходит для вокала, он очень хорошо подходит для... Ну, например, я хочу записать какие-нибудь клэпы, там вот тут что-то. Мне нужно срочно записать звук, он у меня постоянно включен, я просто беру его и начинаю писать. Это конденсаторный микрофон, который чаще всего используется в студиях. Если вы ищете микрофон для записи в студии, то ищите себе конденсаторный, с большой капсулой. Ну, я лично доволен этим микрофоном Santronics. В студии наверху у нас есть еще Violet, черный рыцарь, если я не ошибаюсь. Тем не менее, я пользуюсь этим микрофоном, пока что другой я себе не смотрел даже. Чтобы вы понимали, как звучат разные микрофоны, вы слышали, как он работает с голосом, теперь я хочу просто продемонстрировать, как он работает с перкуссией. Где бы я ни был в студии... Вы постоянно слышите звук этой перкуссии. То есть он чувствительный, он снимает практически весь звук, который находится в комнате. Также у меня есть динамический микрофон, это Shure Beta 58A. Его мы используем уже для живых выступлений. Меньше снимает происходящего вокруг, он больше снимает тот сигнал, который направлен в него. Если, например, сейчас я возьму шейкер тот же... Или буду говорить мимо микрофона. Сейчас я говорю, и сигнал слышно уже гораздо хуже, чем было слышно, если бы я говорил мимо микрофона, используя вот этот конденсаторный микрофон. Это динамический микрофон, с ним хорошо выступать на сцене. Это очень боевой микрофон, его можно ронять, им можно открывать бутылки из-под лимонада, им можно забивать гвозди, им можно бить по голове. Конденсаторных микрофонов. Это T-Bone SC140 модель называется. Их хорошо использовать для оверхедов, для записи акустических инструментов, таких как гитара, например. Поставить один микрофон там, где пальцы, другой там, где струны. Я не знаю, как называется это отверстие, я не гитарист. Их хорошо использовать для записи в стерео, также в моно. Он также конденсаторный, ему также нужно 48 вольт питания. Ну, плюс его в том, что он как бы направлен в сторону, откуда идет сигнал. То есть, соответственно, если я буду говорить, опять же, мимо него, то уже получается другой эффект. А когда я говорю в него, когда сигнал направлен на капсулу, тогда уже, соответственно, и звук лучше. Ну, и опять же, проверим перкуссии. То есть, вот вам, например, три примера микрофонов. У этих конденсаторных микрофонов частотный диапазон шире, чем у этого динамического микрофона. У него он от 50 Гц до 16 кГц, а у этого у вас где-то от 20 до 20. В принципе, больше-то и не нужно, потому что дальше уже никто ничего не слышит. Если, конечно, вы не собака.